а если здесь 6 и вы закрепите будь сильно как остальные я их тоже вот эти будут зафиксированы остальные будут на прищепке можно то есть от этой общей кучи до прищепочку отстегиваете остальные улетают а это остается фонтанчик вот этот вот еще тоже сюда подойдет или белый белый мне кажется вот так вот хорошо эти улетают тогда под потолок давайте отлично вообще и шарик такой красивый да вот про мне очень нравится а вот эти яркие под потолок как раз открыточку еще выбрать пакетики красиво боже пакетики всякие разные красивые тоже такие открытки ведь не открытки а для денег такая загрузка во вкусе еды в принципе неплохой состав вот то что масло подсолнечное рафинированное титарированное это может быть уж любое масло мне кажется а так состав очень даже хорошие даже для кита питания вот закуска пикантная тоже неплохой состав не считаю что вот эти масла титарированы а также для кита питания 12 гг. воду достаточно приличный Приход, и какой честный знак. Случай возникновения. Уже с тобой поднялся, то вылезли, но продают. Ручка, сердце. Прикольно. Сердечки, декоративные. Вот еще вот такие вот кончики, декоративные. Я не знаю, какие цветы в горшке. Или или чего-то еще. Разные. Вот это колокольчик, я считаю, что не видела. Интересно. Горшки, кстати, до сих пор продают. Посмотрите, какая ключница. Только два крючка, не знаю, мне кажется, неудобно будет, нет? Надо побольше. Пледы, смотрите, какие яркие, бля. Вот, смотрите, есть такой классичный. Они, кажется, не очень большие. Такие мягкие. Мне кажется, стирается хорошо. Фиолетовый, смотрите, какой. Очень маленький. Смотрите, какие маленькие коробочки. Прям совсем мини-мини. Соломка, смотрите. Как раньше такая маленькая коробочка. Смотрите, шары для дня рождения. Я видела, как в обзоре бывали, кстати, хорошие, сказали. Всего 200 рублей. Дуделки, помните, как раньше? Мне кажется, так здорово. Как плачет. Всем привет. Мы сегодня утром рано приехали в Москву с Кешей. Мы с ним вдвоем туда-сюда ездим. А то я, получается, езжу туда-сюда. И многие люди вообще не понимают, где я, чего я. Это непонятно. И вроде в каждом видео говорить одно и то же получается. У меня застава дочь и день рождения, 25 лет. Ходила сейчас. У нас здесь магазин. И там вот эти всякие шары. Вот заказала я всякие шарики. Я, конечно, вот такой человек. Я не могу представить. Там, правда, девушка мне все помогала. Я не могу представить, как это будет выглядеть. То есть вот если там шары надуты, да, прийти, там пальцы наткнуть. Вот мне нравится. Вот это. Здесь прям гололед какой-то. Это легче. А тут она говорит, я вам вот так соберу, вот так соберу. Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. Вот. Но вроде мы так с ней подобрали. Вроде так, на мой взгляд, красиво. Такие пастельные тона. И немножко там красненьких, оранжевых добавили. И один такой я купила из фольги. Такой. С мишкой, по-моему. В общем, завтра утром привезут. Влог я, наверное, выложу завтра, потому что... Ну, а то она увидит. Да, и будет сюрприз. Я открыточку тоже купила. Конвертик для денег. На этом тоже поснимала немного штук всего красивого. Конечно, для детей там эти вот единороги индовные. Ой, так красиво. В нашем детстве этого ничего не было. Но все равно было классно. Вот. В общем, шаре заказала. Мы так дома немножко посидим. Отметим. На следующий день пойдем в ресторан отмечать. Потому что там... Ну, она хочет... Они хотят с родителями. Ну, я так думаю, да. А там уж с подружками уже отдельно. Вот. Сейчас ходила в фикс прайс. Купила бумажное полотенце. Ну, вот сейчас иду домой. Что-то уже на улице темнеет. Даже не знаю, сколько сейчас времени. Там что-то так быстрый день пролетел. Я даже не заметила, честно говоря. Сегодня ехала утром домой. Я выехала в 5 часов. И ехала тоже прилично. Где-то в основном часа. Потому что... Очень погода была плохая. Вот этот снег в лицо. Навстречу машины. Обычно... Ну, ничего не видно. Тяжело ехать. Вот. Ну, ничего. Мы так потихоньку доехали. Я уже сколько лет езжу? Уже, наверное, больше 5 лет. И уже как бы у меня погодные условия уже не смущают. Я уже привыкла и в гололед. То есть, вовремя резину меняю. Когда вот эти переходы. Весна, осень. Вот. И хорошо так. Главное, чтобы вокруг тебя не гоняли. Потому что одно дело ты за себя отвечаешь. А еще другое дело, когда вокруг тебя люди. И неизвестно, кто как себя поведет в такую погоду. Потому что некоторые едут. Иногда едешь прям по снегу. И тебя еще обгоняют по снегу. Вот это я как бы побаиваюсь. Потому что когда машина занесет, ты. Вот этот момент все равно иногда не просечешь. Потому что сейчас иду. Конечно, у нас тут очень сильный гололед. Не знаю, что я тут нашла. За домом. Больше вроде у нас ничего такого нового нет. Я сейчас работаю. У меня девочка, которая хочет похудеть. Вот мы сейчас с ней начинаем работу. Пока я ее знакомлю. И мы скоро начнем уже худеть. Буду, может, потихоньку рассказывать. Как это будет. Тяжело, не тяжело. Но настрой хороший. Я ей буду помогать. Морально поддерживать. Обязательно. И будем надеяться, что через месяц будут результаты. Главное, что даже не столько здесь сила воли нужна. А именно, может, я по себе и служу. Но мне кажется, это больше 100 людей. Хорошая мотивация. То есть вот если ты неделю ел, как тебе говорит тренер, и вдруг у тебя там хоп, минус килограмм-полтора. Вот самая хорошая мотивация. Потому что вот эти слова, да, ой, надо похудеть, вот инсулинорезистентность, вот воспаление, вот будут болячки. Это обычно бесполезно. Пока человек не заболеет, он никаких шагов предпринимать не будет. А кет питания, что хорошо, мы же, я, конечно, пытаюсь каждому объяснить, но каждый человек, он же видит свою определенную цель. Если женщина, то они, ой, я хочу похудеть, я хочу, чтобы ушел живот, да, там талия была стройнее. И больше она как бы ничего не слышит, как правило, да. Но вот что хорошо кето, то есть мы сначала оздоравливаем организм, а потом уже худеем. То есть, ну как сказать, похудеть для здоровья – это хорошо. Хорошо, но сначала нужно именно помочь своему организму быть здоровым. И похудение – это уже как приятный бонус. Не знаю, все ли вот такое понимают, но в принципе, как бы, нельзя больной организму хоп и похудеть. Ну, то есть, это будет все равно постепенно. На раз, два, три это не получится. Конечно, если вы берете углеводы, вы по-любому похудеете. Потому что это механизм действия такой. Вот, но я все-таки предпочитаю больше заниматься именно оздоровлением, чтобы не росли дефициты, да, вот. Как вот, например, на низкоуглеводной, ой, низкокалорийной диете, извиняюсь. Там же вы едите низкокалорийную еду, то есть она чаще всего безжиренная. Вот не буду рассказывать, потому что надолго. Вы сами подумайте, вот просто подумайте, все, что это продукты, которые обезжирены. Это раз. Во-вторых, если продукт обезжирен, то он вряд ли там уже есть какие-то полезные вещества, которые нам необходимы. И, естественно, если человек сидит на низкокалорийной диете, самая... Он говорит, что это плохая диета, это можно месяц посидеть и все. Плохо то, что дефициты нарастают. То есть многие не понимают, что дефициты растут. А что только дефициты? У вас не хватает микроэлементов, не хватает витаминов, да. Если какого-то витамина D не хватает, например, жиров не хватает, витамин D у вас не усваивается. Потому что жиростворимые витамины не усваиваются только в присутствии жиров. А на низкокалорийной диете вы будете есть одну грудку, один белок, да. Тем более много белка. Это не всем полезно, понимаете. Здесь вообще каждому человеку нужен индивидуальный подход. И после этого уже решать, кому сколько белка, кому сколько чего. Если у человека вообще белок низкий, да, допустим, низкий гипноглобин, там вообще другой подход. И низкокалорийной диетам только навредит. Поэтому все, конечно, надо читать, изучать. Я уже больше трех лет всему этому учусь. У разных и врачей. У нас тут вообще каток. Поэтому я иду, смотрю вниз. Сейчас пройду. Ну, в общем, ладно, не будем в этих диетах, болячках. У меня отдельный потом канал будет, где я буду все рассказывать. Сейчас я иду домой уже. Хотела кешь у тебя погулять, но такой лед, у него на льду лак померзнут быстро очень. Если что, да, сейчас я так погуляю. Еще хотела сказать, кого интересуют продукты, которые низкоуглеводные, да, вот для кета, или просто какие-то здоровые продукты, я сейчас стараюсь, буду выкладывать в телеграмму. У меня сейчас появится, может быть, больше времени, а может и нет. Просто про продукты. Кому интересно, про этикетки. Так, по мере возможности, буду рассказывать, как это правильно читать, что можно покупать, что можно есть постоянно, что там Парижа лучше есть. Вот. Еще хотела рассказать про Государственное Кремльевское дворец. Мы ходили на Щербунчика. Конечно, очень много народу. Просто очень много народу. Такой шум, такой гам, никуда не пройдешь, потому что везде народ. Это раз. Во-вторых, играл оркестр. Вот даже вот только он начал играть, и я вот оркестра вообще не слышала. Я, конечно, не сильно такой профессионал в этом всем, да. Но я в последнее время очень мне нравится слушать классическую музыку, когда играет оркестр. И в ГКД как-то вот эти колонки, которые висели по бокам от сцены большие, я оркестр не слышала. Такое впечатление, что просто играет фонограмма. Хотя оркестр играл. В общем, не знаю, честно говоря, для чего это сделали. Зачем вообще это? Звукорежиссер вообще все это придумал. Не знаю, почему. Может, потому что на дальних рядах не слышно, мы поставили бы там колонки. То есть оркестр я не слышала. Такое впечатление, что играл какая-то фонограмма. Ну, это вот я так слышу. Надо еще отзывы почитать, конечно. Сам балет, конечно, красивый. Ничего не могу сказать. Все прекрасно. Ну, вот я просто хотела послушать музыку. Щелкунчик. Ну, как-то вот мне не очень понравилось. Я больше не пойду. Вот. Мы сейчас купили билеты на Жизель. Ну, вот. И еще на какой-то балет забыла уже название. Это у меня подружка. Она у меня более такая продвинутая. Она у меня работает в университете с иностранцами. И она филолог. Она преподает русский язык. И она очень часто ходит с иностранцами в музеи. Да, вот. Балет. Или какие-то там спектакли. Вот она на Дон Кихот ходила. И она вот просто знает. Вот. Да, Лена, я тебе про тебя говорю. А ты посмотришь? Вот. Я тебе не показываю, да. Ты же не хочешь, я тебе показываю. Вот она у меня такая. В этом плане очень грамотная. Поэтому. Если она мне сказала, что надо идти, значит надо идти. Вот. Поэтому я в последнее время, я что-то увлеклась. Получаю удовольствие. Не знаю. Может что-то изменилось как-то. Усприятие какое-то в жизни. Я раньше в машине все время слушала классическую музыку. Но оркестр это же такое удовольствие. Все. Я уже куда шаг до ума. У меня уже рука сейчас отвалится. Наверное, держать телефон. Всего вообще нету. Старостная радость. По сути. Да. Шаг. Ты, я щас найду. Ты, я щас не знаю, я в свой, суши. какое собрание у нас нарисовалась кисюш ты спал кишин у тебя конечно погладит еще всех погладим да как же сидит сижу чищу авокадо кот просит будешь авокадо так со стола ушел и что такое вот есть авокадо с кем поведешься от того и наберешься